Привет! Это канал Взлет! Меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами нанесем и протестируем новый хайлайтер в шариках Giordani Gold и объемную подкручивающую тушь Giordani Gold. Поехали! Хайлайтер в шариках Giordani Gold приходит в черной упаковке, украшенной золотистым принтом, золотистыми буквами, как и вся коллекция Giordani. Вы видите, что сама упаковка очень красивая, зеркальная золотая крышечка, но имейте ввиду, что на этой крышечке отпечатки остаются только в путь. Это я специально ее протерла сейчас для съемок, а так она уляпывается мгновенно. Поэтому, если вы хотите, чтобы она была красивая зеркальная, вам придется ее, конечно, все время протирать какой-нибудь мягкой тряпочкой. Внутри мы видим губочку. Я никогда такой губкой не пользуюсь. На мой взгляд, она служит, чтобы просто прикрыть эти шарики, чтобы они при транспортировке никак не растолклись. И сами шарики давайте с вами рассмотрим. Ariflame нам говорит в информации, что здесь всего два перламутровых оттенка для благородного естественного сияния. В этих шариках пигменты с эффектом искристый лед, которые создают прохладные мерцающие блики и минералы, которые смягчают блеск благодаря бархатистой текстуре. Все шарики сделаны вручную опытными итальянскими мастерами. Давайте посмотрим производство этих румян. Да, действительно, на коробочке написано Made in Italy. Это производство Италии. Шарики в этой коробочке двух оттенков. Можно использовать их вместе, как сейчас они лежат, либо по отдельности. Можно убрать большие шарики, они более темного оттенка. Смотрите, и те шарики, которые останутся, с их помощью можно создать на коже светлые прохладные блики. Можно убрать шарики большие светлого оттенка. И тогда с помощью оставшихся будет создано сияние среднего тона. Но обратите внимание, что именно вот эти пигменты искристый лед, мне кажется, что они именно вот в этих мелких шариков. Потому что вы видите, что здесь шарики не только двух оттенков, еще и двух размеров. И вот шарики, которые мелкие, они самые-самые светлые. Мое впечатление, что этот продукт очень сильно пигментирован и будет создавать эффект такого достаточно яркого макияжа на лице. Давайте я покажу на руке и покажу потом на лице. Вот я беру кисть, как раз она для контуринга, для хайлайтера. Все-таки вот эти темные шарики, бронзовые, они преобладают. И если я нанесу сейчас на руку, вы видите вот такое вот естественное бронзовое сияние. И оно достаточно выразительное. На лице это сияние будет мерцать очень выразительно. Поэтому наносите этот продукт по чуть-чуть. Если я возьму пальцем, ну шарики сложно взять, конечно, пальцем. Но вы видите, вот если я делаю нанесение пальцем, то получается еще гораздо более пигментированный оттенок. Если вы любите макияж теней глаз в таких вот рыжий-золотистых оттенках, можно попробовать даже использовать макияжи глаз. Ну что, давайте попробуем теперь все это нанести на лицо. Сейчас вместе с вами я хочу нанести хайлайтер в качестве теней. Потому что на моих веках нет ничего. Потому что я собираюсь тестировать тушь. И я хочу попробовать нанести вот этот бронзово-рыжий перламутровый пигмент. И посмотреть, как это будет выглядеть. Ну что, давайте вместе протестируем. Вообще должно быть очень красиво. На губах у меня специально для такого случая матовая помада металлик жордани. Только что вышла линейка. Тоже оставлю вам вот здесь ссылочку, чтобы вы могли посмотреть свотчи. Самый последний оттенок. Ну раз хайлайтер рыжий, то я решила и вот такую рыжий-бронзовую помаду нанести. Конечно, я не вырисовываю сейчас с помощью хайлайтера никаких уголочков, никаких узоров. Я просто хочу посмотреть, как будут выглядеть вот такие вот рыжий-бронзовые тени на моих веках. По-моему, выглядят неплохо и хорошо сочетаются с помадой. Как вы считаете? Надеюсь, что вот такой небольшой оттенок на моих глазах не помешает восприятию туши. Ну что, нанесла я на веки. Сейчас хайлайтер. И, конечно же, это же хайлайтер. Давайте нанесем его на скулы и на щеки. Я просто уже наносила в видео с помадами. У меня нанесен этот хайлайтер. Я знаю, насколько он пигментирован. Поэтому, как учила Алена Тереченко, под углом я прислоняю кисточку и под тем же углом эту кисточку я прикладываю к щекам. Посмотрите, какая пигментация. Я еле докасаюсь. И у меня уже все щеки рыжо-коричневые. Мне кажется, что это такие мощные бронзовые румяна. Я не знаю, конечно. Я буду смотреть рекомендации от Reflame, как этим пользоваться. Ребята, посмотрите, какая я раскрашенная. У меня для этого... Можете, конечно, и не туда наношу. Но я тот еще, конечно, хайлайтерист. Конечно, я понимаю, что это называется визажист. Так, ладно. Все, вот смотрите, я нанесла. Конечно, для видеосъемки, наверное, будет красиво. Если будут яркие и выразительные вот такие контуры у лица. Ну, в жизни, не знаю. Может быть, если только на какую-то вечеринку, где темно, чтобы это был прям такой контуринг. Как же перед камерой сложно-то все это делать. Знаете, вот я смотрю в камеру сейчас. И я вижу там ярко-рыжие какие-то пятна. Я смотрю в зеркало. И я вижу, что в принципе все довольно так хорошо растушевано, хорошо перетекает. Поэтому камера, она по-своему немного съедает цвета. Она по-своему все это передает. Но если вы хотите хорошо пигментированные бронзовые румяна, то обратите внимание на этот хайлайтер. Я взяла другую кисточку чистую, чтобы вот это все дело растушевать. Чтобы это смотрелось носибельно. По-моему, уже получается неплохо. Давайте с другой стороны. Я нанесла вот сюда. И теперь я тушу к вискам. Для того, чтобы это выглядело не пятном. Чтобы это выглядело более-менее прилично. Ну что, оставляем так. Вот так вот я уже не такая бледная поганка, как была в начале ролика. А уже такая сияющая перламутровая барышня. Ну что, давайте теперь наносить тушь. Объемная подкручивающая тушь. Giordani Gold обещает нам изысканный объем, изгиб и лифтинг ресниц. Мгновенно и надолго. Приходит в черной упаковке, тисненная золотистыми буквами, как вся коллекция Giordani. И сама тушь тоже традиционно в черном футляре с золотистыми буквами. Если я сравню со своей тушью Giordani, по-моему, это у меня супер тушь, то вы видите, что это абсолютно точно такой же объем и даже точно такой же футлярчик. Просто по-другому он украшен. Даже логотип точно такой же. Интересная сторона изготовления. Супер тушь моя изготовлена в Польше, Made in Poland. А новая тушь, объемная подкручивающая, производство России. И там и там баночка с крышечкой с момента открытия туши, срок годности ее 6 месяцев. Сама тушь называется Fortemento. И щеточка тоже называется точно так же. У нее мягкие щетинки и она уникальна своим дизайном. Арифлейм говорит нам, что это форма звуковой волны. Мы видим здесь два изогнутых гребня. Смотрите, как интересно. Щеточка должна будет захватывать реснички у корней. Высокие гребни аккуратно должны приподнимать и подкручивать реснички. А ложбинка обеспечит свободное падение ресниц. Там будет тушь обволакивать реснички и мгновенно придавать изысканный объем. Вот такое красивое описание щеточки. И сама щеточка довольно оригинальна. Теперь осталось только ее проверить в деле. Также в этой туши есть комплекс Lash Reveal, который сочетает фибровые микроволокна глубокого черного цвета, воск с эффектом лифтинга и гибкие полимеры. Для мгновенного увеличения объема, фиксации изгиба и усиления стойкости. Укрепляющий комплекс питает, восстанавливает и защищает каждую ресничку. А микролипидный комплекс повышает жизнеспособность и объем натуральных ресниц. Давайте сравним кисточку с знаменитой кисточкой туши 5 в 1. Потому что это самая популярная туша. В принципе, с чем еще сравнивать, как ни с ней. Вы видите, что сама щеточка по длине покороче. То есть у туши 5 в 1 посмотрите, насколько длиннее колпачок. Видите, у меня одинаково начинается, а кисточка заканчивается гораздо короче у Джордани. То есть это имейте в виду при нанесении, будет ли вам это удобно. И если мы сравним уже непосредственно щеточку. Давайте я на одном уровне их поставлю, чтобы вы могли сравнить. То щеточка одной длины. То есть как раз примерно на, наверное, такой стандартный глаз. Чтобы все реснички могли лечь. Но здесь, соответственно, пушистая щеточка. По толщине примерно они одинаковые. Но видно, что здесь щеточка с изгибом. В туши Джордани, да, я имею в виду и пушистая с изгибом. А опять в одном уже привычная нам очень такая твердая силиконовая щеточка. Арифлэм протестировал эту тушь клинически. Что это значит? Что инструментально замерили и доказали, что ресницы по сравнению с ненакрашенными будут объемнее в 5 раз. Что на 84% от этой туши у ресниц будет больше изгиб. И что уникальная щеточка Фортементе. Это же итальянский позиционируется бренд Джордани. И щеточка в форме звуковой волны должна приподнять ресницы. Ну что, давайте же посмотрим. У меня один глаз будет традиционно не накрашен. А на втором мы будем наносить эту тушь в несколько слоев. Знаете, такой изгиб оригинальный. Я даже не знаю, какой стороной прикладывать. Ну, давайте, наверное, вот так. Да, давайте, наверное, вот так. Знаете, парадокс, но это действительно удобно. Этот изгиб, посмотрите, он как будто родился под форму глаза. Да, вы видите, что он прямо огибает глаз. Это действительно удобно. В следующий раз сразу пишите, кисточка в форме глаза, в форме звуковой волны. Знаете, очень даже неплохо. Мне нравится, что она не пачкает веки. Мои новейшие, которые пачкает любая вообще, по-моему, другая тушь, кроме супертуши. Мне нравится, что тушь объемная, но при этом первый слой ресницы удлиняет. Мы все знаем, что объемная тушь чаще всего обладает такими свойствами. Ее нужно открыть и подождать недельку, чтобы там произошла какая-то реакция. И уже этот объем начал виднеться на ресницах после нанесения. Но вот сейчас я могу отметить, что изгиб есть у ресниц. И длина есть. То есть, вот у меня глаз не накрашен, а вот уже на ресницах есть тушь в один слой всего. И уже ресницы стало видно. Как вы считаете, видно ресницы? Давайте нанесем второй слой. Традиционно посмотрим, как тушь будет вести себя в два слоя. Такая чудная щеточка, честное слово. Я такой раньше никогда не красила. Вот во второй слой я уже не вижу такого прям удлинения. Ресницы такое ощущение, что реально стали становиться толще. Как будто тушь стала нарастать. Специально не расчесываю ресницы, чтобы вы могли видеть, как тушь ведет себя. Просто со щеточкой от туши. Когда я именно вот этой щеточкой наношу тушь, без каких-то дополнительных инструментов, дополнительных щипчиков. Мне кажется, что эффект налицо. На моих совершенно стандартных ресницах в два слоя тушь, мне кажется, очень явно видна. Видны такие яркие ресницы. Они еще, конечно, не имеют эффекта накладных ресниц. Но, по крайней мере, глаз стал очень выразителен. Как вы считаете? Ну и третий слой, назовем его театральный. Как же он будет играть на ресницах? Давайте посмотрим. Хотя мне кажется, что вот два слоя уже достаточно. Ресницы действительно объемные. И вот то, что тушь могла с ними сделать, она, в принципе, сделала. Если сейчас третий слой мы будем наносить, я думаю, это уже будут какие-то драматические ресницы. Давайте посмотрим. Кстати, застывает мгновенно. И Арифлейм нам обещает какую-то защиту от растекания, что тушь не будет размазываться. И, как всегда, обещает нам ультра-черные пигменты. Но, в принципе, мне кажется, что любая черная тушь, она с хорошим черным оттенком. Я вот не вижу тушь черная или ультра-черная, чем бы отличались. Может быть, потому что у меня от природы темные ресницы. Может быть, девушки со светлыми ресницами замечают эту разницу. Для меня все черные туши одинаково черные. Что вы думаете на эту тему? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А знаете, когда уже ресницы накрашены густо, удобно развернуть вот эту вот кисточку и уже изгибом вниз начинать красить. И так я не пачкаю свои веки. Представляете этой тушью? Но мне кажется, что особенно какого-то там суперэффекта от третьего слоя уже нет. Потому что уже в два слоя и так достаточно заметный эффект объема на ресницах. Знаете, в третьем слое на кончиках ресниц какие-то появляются комочки, которые хочется прямо убрать и оставить ресницы такими уходящими вдаль, такими тоненькими в конце. Но, видимо, это из-за того, что эта тушь объемная. Вот эти фибровые волокна, они уже очень активно дружат на моих ресницах. Поэтому ресницы становятся толстыми, неровными. Достаточно двух слоев. Хорошая, объемная тушь. Ресницы, я бы не сказала, что они длинные, но это и не удлиняющая тушь. Это именно для тех, у кого и так ресницы свои достаточно длинные, но вы хотите придать им дополнительную толщину. Давайте сравним третий слой с другими слоями, двумя предыдущими. Как вы считаете, есть ли разница? Вообще, вот посмотрите, сейчас у меня по сравнению с ненакрашенными ресницами, насколько стали более толстые и более выразительные ресницы. Но мне кажется, что это видно, это заметно. Если еще сделать нормальный макияж глаз, по ярче тени, более пигментирный, выразительный, вы видите, что у меня на глазах сейчас только один хайлайтер, то эта тушь, я думаю, прекрасно дополнит и смоки, и любой другой макияж глаз. Ваши впечатления? Пишите в комментариях. Не нравится мне, когда меня накрашут один глаз, я думаю, что вы уже достаточно сравнили. Давайте накрасим и второй. Вот так, всего лишь с помощью хайлайтера, можно сделать и контуринг, и макияж глаз. И если добавить к этому еще и тушь, и Джордани помаду с эффектом матового металлика, то можно вполне создать вот такой вот осенний интересный образ. Это самый сложный формат видео для меня. Тест-драйв туши и вообще вот такая вот съемка крупным планом. Я всегда очень долго к ней морально готовлюсь. Если вам нравится формат такой обзора, если вы хотите дальше видеть его на нашем канале, пожалуйста, залайкайте это видео и поделитесь в комментариях, какие у вас впечатления от этого тест-драйва. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть новые видео о новинках Арифлейм на канале Взлет самыми первыми. Пока-пока!